Русский театр драмы и комедии открыл новый театральный сезон и первой постановкой представленной на соцзрителя стала пьеса французского классика Жанна Батиста Мольера «Тортюф». Режиссером спектакля выступила гость из Санкт-Петербурга Анна Зумер. Смешные и легкомысленные на первый взгляд моменты пьесы все же таят в себе сложный и замысловатый сюжет с премьеры Александра Коваленко. Совместная работа актеров и режиссера из Санкт-Петербурга Анны Зумер началась с того, что Русский театр драмы и комедии Карачаева-Черкесии наравне с академическими театрами страны стал победителем конкурса по поддержке молодой режиссеру при Министерстве культуры России. За 90 лет никогда на сцене Русского театра, по крайней мере, не было режиссера женщины. Если хотел пригласить, что-то это поставило женщину. Что такое женщина? Господи Боже, 28 лет за серую постановщику Амель. Спектакль «Тортюф» был поставлен в сжатые сроки. Благодаря желанию артистов передать зрителю жизненные проблемы, которые были в 17 веке, показав, что они актуальны и сегодня. Классика прекрасна тем, что это всегда будет современное. То, о чем говорит Мольер. Говорит иронично, говорит с юмором, но при этом поднимает очень серьезные темы, которые как проедают наше общество, съедают его. И через вот эту легкую форму все равно говорят о каких-то серьезных вещах, которые необходимо знать сегодняшнему зрителю. Смешные и легкомысленные на первый взгляд моменты пьесы все же таят в себе сложный и замысловатый сюжет. Счастливую, обеспеченную и независимую семью проскальзывает авантюрист и самозванец. Под прикрытым коллеги «Тортюф» стремится воспользоваться страстной привязанностью, которую испытывает в нем в деле дома Аргон. Хочет овладеть его жизнью его состоянием. Веря слепо всему, что он говорит, глава семьи Аргон погружает свою семью в ад. Оставляет их всего наше. Сходом пьесы характер «Тортюфа» не меняется. Он твердо идет к цели. И вот финал. Финал вашего спектакля, нашего спектакля, заканчивается абсолютно не так, как написано в «Мольер». Давайте немножко щадяще будем носить классику, не рабовую классику. И закончим тем, что закончил «Мольер». А он обещает «Тортюфа» и «Тортюф наказан». Зритель отмечает, что премьера спектакля смотрелась на одном дыхании. Каждый ждал, что неоправданное зло все же будет оплачено. Мне понравилась постановка спектакля, как сыграли герои. Они полностью передали смысл этого сюжета в комедии. И если бы я был из каких-нибудь критиков, то бы я поставил пять из пяти. Александра Коваленко, Расул Бердиев и Вести Карачаева, Черкесия.